Добрый вечер, брат! Что-то у меня брякнуло. Я говорю, а Володя говорит, может, случайно нажал? Ну, хоть случайно, я воспользуюсь этим. Не, я... Тебе меня видно? Да, я вижу. Подожди, минутку, подожди, это... Подойди, Никита, иди сюда, рядышком со мной. С Украины вот приехал брат, с Борисполя. Я ему разрешил приехать, потеряю, потому что сейчас будет оформляться и принимать гражданство. Это как? Никита Колесников, мы сейчас... Это на, я имею в виду, на переселенец прямо, да? Да. Ну, слава Богу. Правильный выбор сделал, брат. Дай Бог. Будем вместе спасаться. Чего же нам по разным этим прятаться там, по закоулкам? Надо собираться вместе с ним. И вот он, я сейчас его расспрашивал, как я ему разрешил. За 20 лет первому человеку разрешили-то. И мы все это записали, я к утру выставлю. Вот именно почему разрешили-то. У него настойчивость была. И он сколько раз звонил, уже надоел мне. Я говорю, да опять этот Никита. Бездерник какой-то. Я помню, он зимой, по-моему, звонил. Зимой. Это самое. Два раза, по-моему, он звонил даже. Я тут ролики делаю, я помню. А первый-то звонил, когда я по Теряевке был. По Теряевке был. И я ему говорю, ты, он в семинарии как бы работа, готовился. А я говорю, ты иди на шахту работай. 25 лет-то такой здоровый дядька и ходишь без дела. В церкви там где-то прислуживают. Я в шахту хотел. Конечно, слава Богу, я прям двумя руками знаю. Это выбор лучших из лучших. Большего искать негде и нечего искать. Молодец. Какая поддержка тебе. Ты, Сергей, это знаешь, кто с тобой разговаривает? Конечно. Подвижник. Подвижник, герой веры. Я сегодня только оклевался чуть-чуть. Вроде голос прорезался и говорить могу то. А у меня же это, у меня-то они полезны какие. Оно не как у обычных людей. А у меня, если начинается, то всё сразу. У меня отказывают и лёгкие, и сердце, и печень, и поджелудочные, пищеварительные, степые почки. И всё это одновременно всё это отказывает. То есть у меня просто от бабули по отцовской линии, у неё здоровье. У неё было семь инфарктов, таких вот серьёзных инфарктов. И после каждых инфарктов она стопроцентно восстанавливалась. После каждого инфаркта. Вот. И я, видимо, у нас следовал вот такое здоровье. Я в интернете списался вот недавно с одним. А они-то с такой травмой люди, как у меня, не живут. А вот обычные те, кто ныряет, у них травмы такие вот С5, С6. Но это на уровне шейного отдела С5 и С6 позвонки. Вот. И они живут уже с этими травмами. А такие травмы, как у меня, у меня, начиная с С3 по С7, то есть 5 позвонков, и они прям в мясорубку разлетелись все. И с такими травмами люди не живут. И у меня в организме сбои такие происходят, что у меня всё, все органы останавливаются, вообще перестают работать. И для меня сердце, видимо, сильное, и оно сердце не останавливается. Сердце держит это всё на сердечной деятельности всё, мозг. И мозг вроде поддерживает это всё. И вот у меня эти муки, я... Матушка бегает, вокруг меня бегает. А чего она может сделать? Скорую вызовешь. Они приезжают руками, только разводят, говорят, а мы чего? А чего мы можем сделать? Мы даже не понимаем, что с ним происходит вообще. Тут я, я уже Богу молю, Господи, да забери. Меня, я не могу, у меня нету сил, я... Я не могу, я не могу, плачу. Забери меня, возьми меня отсюда, я не в силах терпеть такого. Ну, наступает утро, смотришь, даёт облегчение. Так вот, вот так вот и живём. А чего там ваша жизнь, бам, чего там землю вон сибирской, и копать, не перекопать её там, и... И с рук поставишь себе, и это самое. Я бы сейчас... Сейчас мне дали болью, я бы сейчас не знаю. Не знаю, что мне там натворил бы. Я же ничего не умею ещё делать. Землянку копать буду. Не умею, но можно и с землянки начать. А что, землянку-то пока выроешь, а там бы... А сруб, а что его уметь-то, сруб, ты там журачик в леса, его, это детский ребёнок любой срубит. Ты пойдёшь в лес, нарубишь себе с осём, это самое, да... И сложишь там избушку себе, да и всё. Ну, это много сил надо, чтобы срубить столько. Сил не надо много, надо только веру иметь, и всё. А силы, они не нужны силы. Какие там... Ну, да, труды, молитвы. С родителями этой, вот этим летом, я уже думаю, вот недели через две уже будем переезжать. А у нас тоже за городом 70 километров. Так я лежу-то, я лежу, у меня голова, я тут упоминаю каждый день, а чуть отнимаюсь. Я уже думаю, надо, поедем, буду дом ставить. Ну, ты представь, у меня голова-то о чём думать? Нет, мне о чём тут думать? А я лежу, думаю, дом надо мне новый, и сруб надо поставить новый, чтобы с русской печью, со всеми делами у меня... Ну, я не для себя, естественно, стараюсь. У меня двое внуков, у меня дочь, я им хочу. Вот, ну, а для себя-то оно-то... А для себя я вообще стимул какой. Нет, дело, прям дело, я с радостью буду. Ну, вы просто... Вы просто не знаете, что это были ограничения. Есть ограничения, люди сидят в тюрьме. Их сажают там на 10 лет, но они знают, что кончатся эти 10 лет, и человек выйдет оттуда. И, возможно, даже если он нашёл какой-то стимул в жизни, он, возможно, даже изменит свою жизнь. Но у него есть практически стопроцентная уверенность, что он выйдет оттуда. Но у меня её нет, у меня даже ни малейшие зацепы нет. Понимаешь, даже... Ну, ни малейшие, потому что Господь мне не даёт таких подкреплений, и что, ты встанешь. У меня, наоборот, у меня, наоборот, распыливает твоё место здесь, вот-вот, тут-вот тебе тут и лежать. Вот. И я согласен, я говорю, Господи, да я буду лежать, я буду, то всё буду лежать, всё, как скажешь, буду делать. Вот. Ну, и опять же, я хочу участвовать в жизнедеятельности здоровых людей. Я мало общаюсь с инвалидами, потому что, ну, там перспектив, как говорится, вообще не там. Ну, если инвалид православный, тогда да, тогда с ним можно ещё о чём-то говорить, если у него вера, если у него есть мысли о вечной жизни. А так-то какие разговоры у инвалидов, о болячках? А мне о болячках неинтересно говорить, мне хочется говорить о перспективах каких-то. Мне каждый день созидать хочется, мне хочется строить, мне хочется детей растить. Мне не так хочется. Поэтому, поэтому, вот, ну, дерзайте, потому что у вас, у вас всё есть. Тем более, малолевая, ну, я практически, у меня дочка даже постарше себя, ей 25, тебе 23, по-моему, да? А 26. Ну, вот, вы практически ровесники, у меня дочери 25 будет вот этим летом. Ещё вся жизнь впереди, чё там, чё там думать, когда, чего, надо вот, надо прям, как и в этом фильме, в одном рвать и метать. Действительно, просто хочется рвать и метать. Прям рвать и метать, прям в голову мышь приходит, какая, её прям, её не надо долгий ящик откладывать, её надо прям брать и реализовать. Я вот, я вот, уже живу, уже, ну, несколько лет живу этим. Я живу вот какими-то планами, какими-то, какими-то кострами в душе, у меня, у меня загорается огонь, понимаешь, я в него хочу туда дрова быстрее пооткидывать, чтобы он у меня ещё больше разгорался. Ну, естественно, благословения нужны, да, вот бывают такие мысли, как залетят, что они, бывает, что и неугодные. Вот. Ну, я не то, что завидую, я не знаю, какой завистью, я, знаешь, ну, завистью мне никогда в жизни это не имел, можно сказать, может, это достоинство, может, это божий какой-то дар, вот такой, что, не завидовать. А вот порабоваться, я вот умею, я вот, я вот тебя увидел, у меня даже, у меня вот даже душа расцвела, что вот такой вот ты путь себе выбрал. Какие у тебя перспективы, какие люди вокруг тебя? Да, в нужное время, в нужном месте оказался. Он тут в страну приехал, не кучишь, без рук, без ног-то. Ну, понятно, что человек большой подвиг сделал-то, а сравни со своим-то, у него желудок работает, он движется, даже там в футбол играет, женился сейчас. С вами-то сравнивать даже, кто-то и то ли не приходит. Я хочу сказать по поводу этого, ну, это, это бизнес-проект, он будет раскручиваться все дальше и дальше, это, это одна из секций создается, и там будут они зарабатывать деньги на нем, на этом бойчичи. Понимаете, у него, в жизни он не испытал перемен, ну, родившись червяком, ну, как ты можешь мечтать там, стать птицей какой-то, ну, ты родился без рук, без ног, и все, ну, и ты вырос в этом, и воспитался, в этом. Я сравниваю возможности и страдания ваши и его, потому что, ну, с этой позиции, если смотреть, так он-то, у него и желудок работает, он движется, сгибается, в воду прыгает, плавает, вы всего этого лишены, так что у него даже без рук, без ног, положение-то намного лучше, он по всему миру ездит и прочее, вы совершенно недвижимый, на вытяжку, на вахте, лежите там 12-13 лет. Я позавчера только, я позавчера в этих, бьюсь в тонвульсиях, а я-то чего, у меня мысли какие, я бы сейчас, если бы мог бы, допустим, как человек здоровый, свернуться вот так в калачик, знаете, у человека, когда живот болит, он сворачивается в калачик, и тем самым облегчает себе боли, вот, а я-то не свернуться, у меня даже коленки не сгибаются, ничего, я же как струна вытянутая, мне нельзя ничего, ни один сустав не сгибается, вот, люди живот как-то себе массируют, гладят, или больному месту ладонь как-то прикладывают, вот зуб, зуб заболит, а я даже не могу достать, достать до него, чтобы его хотя бы погладить как-то, глаз, глаз что-то пугает, я не могу даже почистить все глаза, сейчас сказать, да это, ну, знаете, как это вот, опять же, я вот только недавно с этим, с Александром-то разговаривал, с Андрусенко, и вот по поводу этой передачи, ну, человеку это невозможно перенести никак, это вот только Господь, Господь вот посылает, или какие-то или силы, или укрепления, вот эти вот, что укрепляют вот он, вот то, что вот стинать, как-то вот, или проклинать там Бога, это, у меня такого даже, и мыслей не было, вот, чтобы, да чего ты меня вот это положил, и что-то, ну, я понимаю, за что, ну, кем я был там, кем я, ну, я ничтоже, ничтожество было, у меня, я вот, я не рассказывал, а у меня, ну, трудности были, вот, только семья в 90-е годы, мы поженились, понимаете, ну, а я там, это, парня, это здоровый был, хоть куда, вот, на любые дела там был, и мне предложили, а денег добыть, тяжело было, заработать тогда денег, работы, как говорится, не было никакой, вот, и мне предложили, говорят, есть человек, который, надо его наказать, серьезно, вот, и я на это дело подписался, за 300 долларов, понимаете, как, вот, а он убийца тот, вот, и мне, говорят, надо наказать, ну, хорошо его наказать, руки, ноги переломать ему, черепно-мозговую травму, ну, заказ делают такой, я его исполняю, этот заказ, понимаете, и он лежал 3 месяца в реанимации, ну, слава Богу, Господи, хоть человек убийцей не стал, понимаете, он, он выжил тот человек, и приезжают через 2 месяца, те заказчики ко мне, они заказывают уже, уже его, в общем, доделать его, да, ну, я, естественно, сумма-то была, конечно, больше несравнимая, но, я отказался от этого, вот, видите, вот, че, я понимаю, я понимаю, за что я лежу, это, вот это время мое, я знаю, за что я здесь лежу, я никогда, Богу не скажу, за что ты меня сюда положил, потому что, потому что я заслужил, это как на кресте, как на кресте, этот разбойник правый сказал, да мы-то, мы-то, мы-то знаем, за что мы здесь находимся, а он-то, он-то за что-то, вот так, так что мне там, наверное, на Господа, что-то, ой, сколько, сколько было всего, ну, а че ты так это, Сергей, Бряхт у нас сразу отошел, три звонка, ты дольше звонишь, пока я подойду, пока что тут, с кем беседуете, там я че буду мешать-то, а вы не знали, что у меня беседа-то, а она как раз уже кончилась, ты всегда звони дольше, потому что я тут пока переключу, и все, по коротчику надену. А вы, наверное, еще не видели, сегодня ко мне этот, отец-то Петр, опять написал, все-таки он настаивает на беседе, по поводу прещения, вот, он же материал подготовил, и я говорю, ну, я позвоню, говорю, давайте договоримся, время обсудим, обсудим, вот, у него сегодня служба, после, после шести по московскому времени, потому что он из дома ушел, вот, он говорит, давайте на завтра, на, ну, на вечер приблизительно, вот, на это время устроим, вот, но он, видите, он как бы, вас немного, он побаивает, побаивается, так как вы его на этом, ну, прерываете, не даете ему, вот, и я как бы таким, неким третейским судьей хочу выступить, чтобы, останавливать кого-то когда-то, вот, ну, и, и, как говорится, поставим вопрос ребром, вот, вы озвучите, о, в общем, о нарушении таинств в церкви, но в основном поставим крещение в главу угла поставим, вот, а там уже можно и обговорить там, и, и, и венчание, и, там, ну, все что угодно, и любые таинства. А тут интересно было, одно время было, на меня нападал один священник, никого не называю, просто так скажу, ну, прямо вцепился в меня, и, а я вымериваю, нельзя ответить ему, нельзя он еще хуже будет, я молчу. А в это время только молюсь, и молюсь, Господи, успокой его. И вдруг выходит один важный человек, ему и говорит, ты вот сигна тем-то, ему каноны, без канонов нельзя. Почему двойная у тебя психология, двойное измерение-то? А ты сам-то рукоположен-то, во сколько лет-то, 30 лет, ты не священник, тебя измерять надо. И этим ударом, он ему как будто крышу снес, он замолк, и больше ко мне не лезет. Они до 30 лет рукоположены, они должны быть извергнуты, правило. Ну вот, к примеру, когда вот началось только становление, да, в 90-е годы, они вот с помощью вот этой экономии, то они, как говорится, внесли некие такие умягчения, правило, так как служить некому было. Но сейчас-то действительно, сейчас почему они рукополагают ранее 30 лет? Сейчас-то уже, конечно, нельзя этого делать. Потому что допустили однажды беззаконие, и со временем этот обычай делается нормой. Премудрость Соломона, 2-я, 5-я глава об этом говорят. Вначале просто сделал образ сына, погиб, и отец дал, подчиненные стали посчитать, а потом уже стали посчитать, как божество. Так и это, любое беззаконие можно вознести в норму. Ни разу, нигде, никак. Это, значит, не надо. И весь сказ. А то ставить некого. Со функами-то все ставили, поэтому некого ставили. Я прекрасно понимаю, что я, можно сказать, с почтением отношусь к вашим вот этим доводам, что под язык там не лезли ко мне. Но у меня большая просьба, чтобы вся эта дискуссия проходила таких на на мерных тонах, чтобы не было, как говорится, вот таких вот перегибов. Вот чтобы, ну потому что смотрящие, чтобы смотрящие люди могли принимать эмоции, поменьше эмоций, чтобы было. Хочется, хочется, чтобы больше людей услышало, потому что люди, когда видят, хотя это не гнев, это праведный гнев, как правильно сказано, что гнев бывает и праведным, ваш гнев праведный, но люди этого не понимают. И хотелось бы, чтобы беседа была в духе кротости и смирения вот такого. Это не может быть. Если я говорю, что канон, его надо исполнять, а он будет тянуть в другую сторону, я обязан снова повторять ему. Пятьдесятое апостольское правило. Если не три погружения, да будет извержен. Епископ Милоши толкует. Нет трех погружений, ты должен быть извержен. А его не извержен, колбасит теперь по полной программе, что хочет, то и ворочает. Нам никто не дал правило изменять. Никто. Никто. Ни один епископ этого правила не имеет изменять-то. А то экономию придумали. Трясусь животами да толстыми задами. Не годится это. Правило не смотрит на должность. Ты обязан выполнить его. Милиционер, он должен остановить и оштрафовать. Вот Сергей-то пробыл в КПЗ ночевал. Нельзя требовать от милиции любовь к нарушителям. Никто не требует для этого. Нигде. Какая любовь? Он обязан ответить по закону. Ему не о любви надо думать, а как голову свою на место приставить. Какая тут любовь может быть? Любовь заключается именно в строгости. Вернуться к потерянному, подобрать. Литургия верных, главное, они и литургии верных-то нету, и поэтому литургии златоуста нету. Оглашенные, извините, выкинули, любой ходит. Литургия верных называется. Как можно с этим мириться-то? Нету литургии златоуста. Они все исказили. И поэтому чуть что-то причащать тебя не буду. Причащать тебя не играют. самая страшная игра. Почему? Ну, хорошо. Сергей, представь себе, что тебе знакомый Иван Захарович. Ты такого знаешь, нет? Ивана Захаровича не знаешь? Он известен как Ян Хреститель, сын Захарии. Ну вот. И вот ты ему и говоришь, знаешь, дядя Ваня, ты как-нибудь там поаккуратнее, когда к тебе люди-то придут, да еще по рейсе это. А он встречает порождение их едины, змеи, аспиды. Разве так встречают людей? Они пришли креститься, а у него один ответ. Ко Христу приходит то же самое. Павел, когда беседует с этим, читаем 13 глава Деяния Апостолов, ты враг, с такой правдой, сын дьявола. Да коли будешь собращаться с прямых путей Господних, вот так надо разговаривать с сектантами. Антоний Великий говорит, я никогда мирно с ними не беседовал. Так он говорил еще, не знаю, о заповеди тоже, о крутости и смирении, будьте, как я, кроток и смирение сердца. Тогда он, может быть, еще не знал. Я сейчас вот разговаривали, и я взял молитвослов. Вот он молитвослов 1970 года по благословению патриарха Алексея Первого, Первый, Александр Первый, это Семанский был. И вот смотри, что тут написано. Я сегодня спрашиваю Никиту, я говорю, ну как вот было? Ну вот стояли мы, он говорит, минут пять, я говорю, семь минут перед службой, у нас полное молчание, зашли, ни одного движения, это без семи минут пять мы заходим, утром завтра без семи минут восемь. Все встали, полное молчание, молча, тут написано так, восстав от сна, молитва утренняя, прежде всякого другого дела стань благоговейно, представляя себя перед всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину, и мысли твои не оставят все земное, подожди, и тогда произноси следующие молитвы без поспешности, со вниманием сердечным. Это курсивом написано, и дальше молитва мытария, о Боже милости будь мне грешному. Вот эти семь-то минут, в каком храме они могли бы сделать, ни в одном храме этого нету. Туда-сюда ходят, а тут написано, встань, подожди, пока все чувства придут в норму. Для кого это написано? Так это дома, я один, а тем более, когда мы все вместе, когда тут есть священники. Они не нуждаются в этом, им надо гроши, гроши, гроши. Лишь бы народ приходил, покупал, шевелился. Они не могут и не хотят делать. Господь говорит, почему вы не понимаете речи моей? Вы не можете слушать, не можете. Уши-то есть, а не слышат. Теперь они не могут говорить еще, потому что мы есть. Про нас только пишут и говорят. Они ничего не могут сделать из этого. А хорошее? Да, хорошее. Они начинают это хорошее поносить. Поносить, злословить. А это уже хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого означает ненависть к самому добру. И они видят, что правильно у нас так готовим к окрещению, долго, внимательно. Они все поносят. Придумали в полное погружение. Что это такое? Есть и омовение, как скамея, как-то священник балаболит. Они не знают Бога. Они не верующие. Безбожники, попы. Как это можно говорить? А другой пишет. Про меня, про нас. Придумали, что полное погружение. Это как праздник Нептуна придумали. Они безумели. Они просто как осатанели. Полное погружение, они злословят. Они не только не каются, они глубже и глубже погружаются. И как можно уступать? Ничего нельзя не сделать. Вот на эту фразу я отвечаю одно. Еще ничего не делали. А начни и получится. Вот так. Надо делать. Хотя бы казалось все безнадежно, но я знаю, кто со мною. Всесильные и всемогущие. И я ему доверяюсь. И прошу, и говорю, Господи, сотвори Твое чудо. Коснись сердец этих людей, которые отвратили народ. Как они на суде Божьем предстанут перед Тобой? И гляжу, один священник покаялся, второй мне звонит. Я говорю, вот сегодня один пришел у меня и купил Новый Завет. Это местный. Я говорю, ты маме вот возьми еще вот это. Он говорит, а моя мама с вашего Ютуба-то не слазит. Все время там слушает и слушает. Я только сейчас поставил ролик из Литвы вышел один. Точно так же. И все заходят на наши ролики. А другой ничего не делает он. Любит Осипова. Только Осипова любит. Это главный кумир. А почему? Осипов, ну правда, нравится, что и бриты можно, и все остальное. И посты, и в брюках женщины. Посты там не соблюдает. То есть Осипов очень сильный авторитет. Для беззаконников. А если бы Осипов-то сделал, как у нас, то и все, его бы выгнали оттуда. Он не может этого сделать. Не может. В советское время нельзя было поступить в семинарии, он был профессором. Это надо трижды душу продать. Не одним гапоном быть. Че тут маются дурью-то? А он столько лет, сколько перепортило людей за это время он. Ты правильно скажи, он соблюдает или нет? Он разве не знает, что до 30 лет рукополагает его? Разве он это не знает? Столько знает. И теперь поднимаются слова Христа, когда этого, Златоуста говорит на Пасху, что ни одного в ааде. Образное выражение, он берет его буквально, он говорит, всех вывел из аада. За чего ты взял-то? Нигде никто и святые цены так не толкует. То есть он очень хитрый. На тупости людей играет. Так и ничего нельзя сделать. Неправда, я молюсь, гражданин за него. А таинство-то совершается если пропьется бетонная плита? Таинство проверить, совершается или нет, никак нельзя, кроме того, что делать все как положено. Это невидимо. Что лешше сказать? Сань, ходи или прощаются и грехи. А они всюду прощаются, прощаются и Петрахилю фартука машет. Иди проверь, прощаются или нет. А что исцелить никого не могут, это точно. И потому все больницы записаны, заполнены. Это попы их. Больницы-то наполнили и кладбище. Многие больные немало умирают. Почему? Недостойно отречаются. Вот о чем. Они главные убийцы. И просто обвиняю их, у меня стихотворение есть, слово Божие говорит, я обвиняю, обвиняю их, говорит Слово Божие. Со всей строгостью. Инатич, вы спасетесь только даже через вот то, что скольких людей вы обратили к правильному прещению. Я вот смотрю даже по этим, по роликам. Я вот со своей семьей, у меня уже только семь человек благодаря вам вот через месяц в моей семье семеро будут креститься полным погружением. Представляете? Я руку протягиваю тебя туда, погладить тебя по голове по ежику. Так сколько пишут-то? Вот ты сейчас про Андрусенко считал, он договорился с соседней деревней, сам, жена и теща. Так он перед этим-то у нас какая бурная переписка была. И у меня нет ни одного ответа, который было бы вопреки канону и не пришлось бы ему по сердцу. Он на все говорит витамин. А человек-то разумный. Да к ней он один. проникаются. Сколько таких людей и откуда? Это чудо в чем люди проникаются. Понимаете, ну у меня матушка, но я не сказал бы, что она сугубо верующий человек, понимаете, или дочка моя. Но когда она это услышала, ее душу это пронзило стрелой, что надо погружаться. Это третий этап завершения рождения свыше. Без этого никто не войдет в царствие Божие. От воды и духа. Они все порушили. И поэтому смотреть не надо. Находятся священники, которые этих моченых крестят как положено. Перекрещивания нету. Люди не были крещеные, а были обманутые. А что он мне там этот священник будет говорить-то? Ну что, то, что в семинаре учился, мозги ему запудрили. Есть каноны, ты выполняй его, иначе ты никакой не священник и не православный. Бездоконники, спроси, во сколько он рукоположен-то, и пусть замолкнет. Мы православные. Одно слово, и все вопросы сняты. Я православный, я обязан все выполнять. А иначе не называйся этим святым именем. Иди в святом. Я сегодня вечером буду звонить Александру с ним будем говорить. что? Поэтому я тоже сейчас думаю опять же по поездке что вы там надумали? Ну что надумали-то? Вопрос состоит об одном теперь. Столько вам. Батюшка приехал и все это знает отец таким-то. И зашел никто не поедет, только ты. Я говорю, я не могу, у меня позвоночник сползает. Три поклона, я уже встать не могу. Мне сидя нельзя поймешь ты. Ты автор. Дальше скажу. Пооткуда не вернетесь с этой поездки. Но выхода-то нет, лежат, лежат. У меня сто городов надо еще посетить. Сто. Ну есть кому я Сергей Бухов разговаривал, он готов ехать. Кто? Он говорит, можно взять Сергей Бухов готов ехать. Да не поедет. Сережа, послушай меня. Он не поедет. Он едва не погубил нас всех на машине когда было. Он не поедет. Его за руль нельзя сажать. Нужны два шофера и водители. Вот. Я договорю с Марьясова. Малесу. Он прилетит на самолете сюда и говорит меня уволили с работы. Помолитесь. говорю не для этого нас Бог уволил чтобы вы вам не надо никуда ехать. Вам не надо и вы оттуда не вернетесь. Я знаю про это никак. Меня выталкивают. Меня выталкивают. Потому что они даже приезжают с книгами и никто не принимает не разговаривает. А кто такие чего? Это автор. Я знаю. Как только зашел автор сразу мгновенно температура меняется. Я вам элементарно скажу как это делается. Мы сделаем видеоролик на 5 минут где вы будете заявлять о своих книгах и они будут заходить в библиотеки и будут показывать это видео с вами где вы будете говорить библиотекарю. Ты бы знал как мне неохота ехать. Как мне неохота ехать. Я еду как на смерть. Понимаешь Сергей мы вначале почти такой ролик сделали когда приехали. Как это делать как брать попробовал Михаил Батугин ничего не получилось. Говорили давайте в Оренбург Юлия у Юлия последний к истному православию отобрал муж. Все отобрали визитки все изорвали говорит. Это не такой ролик сейчас работает с этим разговаривать с этим библиотекарем вам не надо ехать никуда понимаете вы будете сидеть потеряешь и разговаривать с библиотекарем онлайн. Ну не везде возможность заходишь у них даже связи там нет такие бывают приезжаешь об этом не надо думать будет связь все будет ну давай спаси меня я не хочу ехать не хочу прямо не знаю как но так как уж батюшка говорит я подчинюся но все очень для меня тяжело это я вам сразу говорю сейчас во всех городах центральной россии особенно везде работает интернет у Теляевки есть интернет он потому что Виктор он связывается со Францией звонит ежедневно там у них с Францией они разговаривают постоянно у Теляевки надо только антенну поставить она стоит там тысячу рублей антенну ее на эту сосу какую-нибудь прикрутите у вас будет связь со всем миром будет интернет связь я забыл что я буду не в городе не получится там связи никакой нету ничего не получится а в день надо 5 раз выходить еще раз повторяю мы там сделаем связь потому что у меня сейчас у меня в деревне в которую мы переезжаем там вообще в деревне в яме стоит там связи никакой вообще не было приехали люди и мне сейчас наладили там связь наилучшая связь получилась сейчас есть такие возможности понимаете и в деревне то же самое можно сделать где мы были в Калуге где оставили мы ни разу там не могли выйти и хозяин там огромную поставил антенну связи нету просто нету нету связи оттуда мы были такие места и вообще они там живут связи нету и потеря в катакаре не надо спорить не надо библиотеки не в лесах находятся библиотеки находятся в населенных пунктах а в любом населенном пункте есть интернет сейчас понимаете а вы были вы были на ошибке там были поэтому там и не было интернета я вам я вам реальную вещь говорю ну и давай давай доведи до конца до конца доведи я буду очень там доводить ничего там там ничего доводить это плевое дело вообще не знаю это расплюнуть расплюнуть деньги деньги достанем и все сделаем ну давай сделай я не могу я сегодня я сегодня с этим с Александром свяжемся и решим этот вопрос и все ну все тогда дорогой отпускай нас все с Богом с Богом храни тебя Господь и никогда позвонишь звонить дольше чтобы я успел схватить вот такой разговор получился ой-ой-ой благослови Господи без Сергея мне очень тяжело будет спасибо Продолжение следует...